Глава государства провел республиканское совещание по развитию моногородов, где ознакомился с комплексными планами на период до 2025 года. На встрече было отмечено, что устойчиво развивающиеся регионы, такие как Сарань и Кибастуз, можно вывести из числа моногородов. Также Касым Жумар Тукаев встретился с президентским молодежным кадровым резервом и посетил индустриальные предприятия. Касым Жумар Тукаев снизилась в два раза, с трех до полутора миллионов человек. В основном мигрирует экономически активное население, особенно молодежь. Доля пожилого населения в моногородах составляет более 11%, при среднереспубликанском значении 7,8%. Только в том случае, если экспертиза в каждом регионе будет проведена честно и прозрачно, то появится возможность поднять экономику данного региона, отметил глава государства. От правильного анализа будут зависеть инструменты поддержки того или иного города. Правительству совместно с акиматами областей и моногородов следует подготовить соответствующий анализ по всем моногородам. Он должен учитывать разрабатываемый план территориального развития и планы развития регионов. На основе этого анализа будут выработаны целевые меры и инструменты поддержки. По словам президента, в моногородах также важно развивать сферу малого и среднего бизнеса. Национальная палата предпринимателя Атямикен должна провести системную работу. Моноколардная экономика с инерцией, они шики-шики за такие места, сектор. В целях диверсификации экономики моногородов реализовано 79 проектов. В текущем году введено в эксплуатацию 14 проектов на сумму 302 миллиарда тенге, созданием 1500 рабочих мест. Президент задал вопрос касательно дефицита энергоресурсов председателю фонда национального благосостояния Самрук Казна, который выступил с докладом об обеспечении моногородов электроэнергии. Мы сейчас столкнулись с очень тяжелой ситуацией, дефицит электроэнергии, признали его. Говорим о важности и необходимости импорта. Если говорить о текущей ситуации в электроэнергетической области, то прогнозный энергобаланс на максимум, осенне-зимний максимум нагрузок составляет следующую комбинацию. То есть мы ожидаем максимальное потребление на уровне 17 гигаватт. Президент особо отметил экибастус среди моногородов с развивающейся экономикой. Благодаря инвестициям в сферу электроэнергетики у города светлое будущее. Его можно даже убрать из списка моногородов, сказал глава государства. Экибастуз – город энергетиков и горняков. В настоящее время в регионе вырабатывается 50% потребляемого населением Казахстана угля и 25% электроэнергии. То есть каждый четвертый житель страны радуется тепло и свету благодаря экибастузу. Однако в самом городе много нерешенных проблем. Об этом сообщил Аким области, который выступил с докладом о социально-экономическом положении Павлодарской области. Износ инженерных сетей в Экибастузе достигает 80%. В частном секторе, где живут десятки тысяч горожан, нет асфальтированных дорог. Более 5000 представителей социально уязвимых групп ожидают своей очереди на жилье. Все это указывает на срочную необходимость повышения качества жизни в Экибастузе. Еще одна проблема, которая негативно влияет на социальную ситуацию – это проблема экологии. Город лидирует в республике по вывозу отходов предприятий. 21 сентября для решения данных вопросов утвержден комплексный план развития города. До 2025 года предстоит принять 114 мер, среди которых реализация планов по отделению города, создание 16,5 тысяч рабочих мест, доведение объема промышленного производства до 1 триллиона тенге. Это добьем все равно не дает таких результатов. В любом случае есть программы для развития регионов и моногородов. Конечно, много проблем, решение которых зависит от финансовых средств. В решении проблемных вопросов важную роль играет президентский молодежный кадровый резерв. Глава государства также встретился и обменялся мнениями с теми, кто входит в эту структуру. В настоящее время очень актуален вопрос мобильной связи, связи интернет. Все сейчас ведется работа, работая вместе с министерством. В прошлом году я выиграл в номинации на звание лучшего государственного служащего. Прошел пять этапов. Если пройду все, то и дальше буду вносить свой вклад в развитие страны.